Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я покажу самый дорогой аккаунт в истории Standoff 2. Поэтому, если вы стоите, то лучше присядьте, потому что, ребята, тут просто полная попа. Тут так много дорогих скинов, тут так много скинов из нам из коллекции. Просто, ребята, наслаждайтесь. Ну что же, поехали. Ну и если вы хотите, чтобы этот дорогущий аккаунт был вашим, просто прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите в комментариях, почему мы должны подарить этот аккаунт именно вам. Поехали смотреть, что же в этом аккаунте. Ну что же, ребята, а вот мы уже и на этом аккаунте трейдера. Да-да-да, этот парень трейдер, киберспортсмен. И я даже думал то, что он читак, но я, ребята, ошибся. И в честь извинений я решил взойти на его аккаунт и немножко даже его прокачать. Да, у парня, у которого есть нам из коллекции, да, у парня, у которого есть много-много аркан, я его решил прокачать. Чисто в знаке извинений. Так, ну что, ребята, смотрим. В сезоне номер 3 Элита, ребята, ну сразу видно, уважаемый человек. Элита. Во втором сезоне Мастер, немножко похуже. Ну а в первом сезоне, как вы думаете, кто? Феникс? Ну то есть, как мы видим, ребята, это был долгий и кропотливый труд. Вначале он был нубом голимым Фениксом, а потом прямо сейчас стал Элитой. Блин, вот обидно, что в кем-то пока как был нубом 3 года назад, так и осталось. А вот люди такие, как Никита, они развиваются и качаются в скилл. Так, ребят, в союзниках ранг Элита. Так, ничего себе, сказал я себе. Общее время игре 1400 часов, то есть это довольно-таки много. 2,39 кд, все нормально. И теперь мы смотрим историю матчей. Почему же я подумал, что Никита Читак? Я вам сейчас покажу, потому что у него в истории очень много игр, где результаты отменены. Просто посмотрите. Ну реально я думал, что Никита Читак, но я ошибся или нет? Никита, я ошибся или нет? Как ты думаешь? Или ты Читак все-таки? Ну признайся прямо сейчас на видео, Никита, быстро, ааа! Нет, конечно же ты ошибся. Я никогда не являлся читером и не собираюсь это использовать, потому что, ну, моя цель немного другая. И я хочу стать, как минимум, киберспортсменом хорошим и трейдером в том числе. Брат, ну можно разочек качал, разочек. Нет, никогда. Как я говорила, один раз, не читарас. Никогда. Не, не раз? Никогда. Негативно отношусь, меня... Я понял. Я даже, можно увидеть, как я кикал читеров. Ну ладно, брат, поверим, все, брат, займются, брат, займются. И у нас в этом съемочке. Давай. Ребят, ну что же, прямо сейчас мы переводим в клан. Клан называется Сайрикси. Что это означает, не знаю. Цифра 8 нарисована, наверное, это означает Тир-8 клан. То есть, довольно-таки неплохо. Например, маслята, это Тир-1, это Тир-8. Не поганенько. Заяк, друзья. Ого-го, 129 заявок, 30 друзей. Как мы видим, Никита дружелюбный в сфер добавляет. Теперь мы переходим в личное сообщение. Что же мы тут пишут? Привет, мужские союзники. А ты, софтер, отлетаешь, брат. Ну и где мой банк, клоун? Жди, все будет. Ничего себе, Никита самоурожая. Это игрокам, что их забанит. Никита, у меня не забань. Гов зе бэ, это я, Данил Садвора. Гов зе бэ, не могу. Поч, поч, ты тут? Ничего себе. То есть, как мы, ребят, видим, Никита популярный. Нет, он так скажет. Я могу при всем зрителям включить, мне нечего скрывать. Нет, ты не понял, он тебе голду не отдаст. Он кидает, гостиграем, не отдаст голду. Никита, забегай наперед. Я тебе отдал голду даже больше, чем проиграл. Забегай наперед. Конечно, отдал, Кент. Ребят, ну что, как мы можем подумать? Я никогда никого не обманываю. Конечно, отдал. Ну что, ребят, прямо сейчас будет самое интересное. Мы перейдем в инвентарь, Никита. Вот тут, ребята, просто аккуратней. Три, два, один. Поехали, ребята. Прямо сейчас погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько фуриус кейсичков. Я просто в шоках. Никита, слушай, а можно прямо сейчас один фуриус кейсичек открыть? Один. Ради подписчиков. Ради видео. Никита, сможешь один? Давай, хорошо, открывай. Погнали, брат. Просто за Никита двор. Открываем фуриус кейсичек в упор. Так, Никита, если бы я драрка, ты еще так. Повезло, льендарка, смотри. Ну. О, ну неплохо. Ну неплохо. Ну она стоит примерно 50 голды. Брат, пойдет, пойдет. Мы с вами какой-то богатенький. Я потом не притворяюсь. Также, ребята, кому интересно, сразу сначала покажу. Вот история. История продаж. Вот-вот я купил. Вот, видите, скин купил за 1200 голды. И пришел численность на 960. Это я купил, если что. Так, ну что, ребят, погнали смотреть весь инвентарь. То есть мы видим фуриус кейсиков, ну, очень много. Как я понимаю, фуриус кейса не проблема. Но сейчас, ребята, ориджин кейсик. Никита, ё-моё. А шо это мне ориджин кейсик никто на стримах не сливает? А? Я по фул прайсе покупаю. Оказывается, Никита сидит с ориджин кейсиком. Неплохо. Неплохо. Ну, уже, ребят, неплохо. Но это только начало. Листа вниз. Рейнбоу стикерпаки. Ну, Рейнбоу стикерпаки он правильно сделал то, что купил. Брать и добавить новой стикерпаки. И Никита такой, ну, готов на такой случай. Дальше смотрим эмпари-боксички. Зачем эмпари-бокси Никита купил? Я не понимаю. Фейбл-боксы. Фуриус-боксы. Никит, ты чё? Обалдеть, как много фуриус-боксов. Никит, брат, я немного пошалю. Один фуриус-боксик. Открой. Посмотрим, шутом. Шутом. АКР-12 механик. Нормальный скин выпал. Так, всё, ребят, теперь идёмте в самый-самый низ. Пос... Ой, что? Что? Я просто в шуте. Посмотрите. А вот тут-то и начинается богатая жизнь. Вот так вот, ребята, живут трейдеры. Посмотрите. Да, это аккаунт трейдера. Да, это аккаунт, ребята, Никиты. Посмотрите. Ну, это нормально. Просто давайте считать. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, посмотрите, как же много разных ножичков. Блин. Ё-моё. И как много разных чар. Бау. Какой же он красивый. А, какой же у него нос длинный. Такой длинный, как... Ха. Ладно, ничего не будем говорить. И ни с чем сравненьким будем. Давайте просто мы ещё применим. Применим на Дезер Игл Якульзе Статрек. Ребята, только что мы увидели более 50 ножичков, да? Но это же не всё. Вы же это понимаете. Это же только начало. Прямо сейчас. Листаем кучу чарм, кучу наклея, кучу-кучу всего. Но сейчас, ребята, как говорится, пойдёт контент. Так, листаем вниз, листаем вниз. Сколько разных чармов. Я просто в шоке. Сколько же у него этот аккаунт задоначено. Не знаю, мне кажется, больше 100 тысяч рублей однозначно. О-о-о-о. АК РТХ. Посмотрите, какой же он красивый. Посмотрите, Аркана наклейка. АК РТХ Статрек. Даже просто обычная АК РТХ. Это уже круто. FNF, Horizon, Статрек. Даже у меня нет такого фэнфала. Обалдеть. Вот это я понимаю, люди живут. Вот это инвентарь трейдеров. Да, ребята. Desert Eagle, Якудзи. Статрек. 2 600 кило. Да, ребята, я вам скажу так. Лучше с Никитой на деглах не играть. Потому что, ребята, у него 2 600 кило. Посмотрите, какой прикольный брелок. На статый такой дядя висит. Блин, ребята, посмотрите, насколько же дорогие скины. Насколько же крутые наклейки. AVM Sport V2 4 Dragon. Я просто выхожу из чата. Я просто выхожу из чата. Это вообще нормально, по-вашему? Это, по-вашему, нормально? Вот такие вот аккаунты у трейдеров. Это просто самый обычный, самый типичный трейдер. Я просто в шоках. Мне интересно, на чем же Никита поднимается. Мы прямо сейчас знаем. То есть мы уже видели. Он купил фурия с кейсичком. То есть, как минимум, он уже точно поднимется на них. На фурия с кейсиках. Окей, поняли. AVM Sport V2. Посмотрите, насколько же все это красиво. И при том, вы обратите внимание, что там еще легендарка. Брелок прикреплен на этот AVM Sport V2. 4 Dragon. Это очень круто. Так, J22 Frost Varm. Вот мне что-то непонятно, Никитус. А что это у тебя такой дешеванский J22 Frost Varm? Зато Charm, вот этот Charm шишка, очень прикольный. Так, пацаны, листаем самый-самый низ. И я вижу Tech 9 Некромансер. Ну, куда же без него? У каждого, уважающего себя трейдера, почему-то есть Tech 9 Некромансер. Не знаю, зачем они их покупают. Но скин реально очень прикольный. Коллекция Некромансер и коллекция Trash Hunter мои самые-самые любимые. Ну, а вот тут-то, ребята, начинаются эпики. Эпиков очень-очень много. Я думаю, насколько много... Что? Что? Вы тоже это видите? Подождите. Кажись, мы кое-что пропустили. А, вот же. USP Genesis. Вот, это, конечно, да. Жируют такие люди. Жируют, жируют, жируют. А я еще буду Никиту прокачивать. Просто представьте, да? Помимо того, что у нее есть USP Genesis, я еще буду его прокачивать. Обалдеть просто. И, ребят, посмотрите. Это только половина инвентаря. Листаем самый-самый низ. Так, тут у нас пошли раночки. О-о-о. О-о-о. Пошли наклейки. Пошли наклейки. Короче, ребят, если я тоже был таким богатым, как Никита, на чем можно подняться? Первое, это удаленные кейсички. Второе, это наклейки. Посмотрите, сколько, кстати, наклейка? 455 голды. Блин, какая же она красивая. Я просто в шоках. Как же много легендарок. И представьте, на всех этих наклейках Никита заработает стикеры. Поларг граффити. Они тоже очень дорогие. 130 голды. Блин, ребята, как же это круто. Какой же это дорогущий инвентарь. Блин, не хватает реально только одного. Не хватает реально керамбита голд. Вот если бы был еще керамбит голд, было бы вообще импо. О-о-о. А вот тут брелки арканы. Я даже себя подвину, понимаете? Вот я даже себя возьму и подвину. Просто посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть аркана брелков. Ой, блин. Шесть пассов купленных. Я просто не верю своим глазам. И знаете, что мы сейчас сделаем? Ну, а прямо сейчас, ребята, на этой инвентаре я покупаю 10 фейбл кейсичек. Потому что я заметил, что ножей бабочек у него меньше всего. И прямо сегодня мы попробуем порадовать Никитку. И сделаем мой инвентарь еще богаче. Хоть он и так уже самый богатый тут. Ну шо, братва, погнали. Сделаем Никиту еще богаче. Вот я прям Робин Гуд, только наоборот. Робин Гуд забирал у богатых, а давал у бедных. А я забирал у богатого точно себя. И отдавал тому, кто еще богаче, чем я. Так, братик, пока пробития нема. Юэспи Генезис, мне еще страшно. Ой, Генезис, песец. Эй, Юэспи, песец. Так, ну шо, поехали. Делом будет сельский на Легаси. Хавай, махавай, Никита Легаси, выпадай. Ой, блин. Как же это было близко. Дезерт Игл Эйс. Ну я думаю, Никита не расстроится, если ничего такого нормально не выпадет. Но тем не менее, ребят, все может быть. Давайте прямо сейчас сделаем бюст раз, сделаем бюст два, делаем бюст три, делаем бюст четыре. Вот вы скажете мне, мол, кентопка, а зачем ему кейсики? Типа, ну ему же голда не нужна. Ребят, но тем не менее, Никита мне до записи рассказал, что его обманули. Когда у него был первый его аккаунт, на котором был керамбит голд. Керамбит голд. И мы сказали, что его прокачают. С керамбитом голд. И он пошел прокачивать, его обманули. Только кентопка прокачивает богатых. Братан, а так, если, ну, мало ли, мне смотрят какой-то богатый трейдер. Если тебе кто-то пишет, что хочет тебя сделать еще богаче, не верит. Только если это кентопка. Только кентопка делал богатых еще богаче. Ну, вообще, я прокачиваю все подряд. Ладно, ребят, все, поехали. Давайте без лишних слов. Потому что я уже и так понял, что все будут в комментариях писать, что кентопка. Ну, ты совсем уже скотина, у меня инвентарь на одну голду. А ты Никиту этого прокачиваешь. Ребят, все нормально, все нормально, ты. Никите упадает пока что однолажно, потом все нормально. Эмпостим лич. Так, ребята, у нас осталось ровно половина. Ну, что, ребят, давайте. Думай про кан, думай про кан, думай про кан, думай про кан, думай про кан. Аркана, аркана. Приди. Аркана, приди. Блин. Да даже не... О, Статрек, ну ладно, ладно. Хотел сказать, хоть Белегий Дарко выпало, нормально. Статрек есть, пробитие есть. У меня ща чучка, что ща, ребята, будут Арканы. Я говорю, готовьтесь. Лучше присядьте. Лучше присядьте, если вы стоите. Так. Блин, Никит, я вот не понимаю, что это такое? Ну там Ну, там 100% должен был Блоквидов тебе выпасть Так, ребят, дело бы сельское На Блоквидов, я говорю, Блоквидов, если ты еще не выпадешь Тебе хана, я тебе продам просто Со всех моих аккаунтов, с 0.3, ясно Так, сейчас он выпадет Я отвечу, сейчас он выпадет А, ну, ладно Ладно, я по всем лечь тоже неплохо Так, ребят, две последних попытки Думаем про арканы, думаем про богатство Давай, поехали Ну, хотя бы одну арканочку Хотя бы, ну, хотя бы вот эту самую дешевую Там какая там, Starfall или что там Да зачем наш, ваш G22 Так, ребят, просто прям сейчас Поехали, 3 2, 1 Давайте так, если Никита Не читак, сейчас Выпадает аркана, если Никита все-таки Читак, то выпадает рарка или эпик Поехали, так, сейчас Мы, ребят, узнаем Никита Я не ожидал у тебя такого Кисечки никогда не врут Ну что ж, уважаемые подписчики, друзья С вами был ваш Кенту, пока Обязательно прожмите лайк Подпишитесь на мой канал И напишите любой хороший комментарий С вами был ваш Кенту Всем удачи и всем пока